Рад вас приветствовать на курсе Senior IT Recruiter. И сегодня у нас первая ввода на занятия, хотя будет много полезного и уже профессионального для рекрутеров. Называется занятие «Начало пути IT-рекрутера. Где же вы оказались?». А сам курс состоит из 19 занятий. Итак, начнем мы с того, зачем нужно изучать кому-то программу, ну не программу, а знания с курса «Телекрутера». Дело в том, что на этом курсе вы экономите свое время, так как проходите один курс, в котором, ну вот можно сказать, почти шесть разнообразных курсов находится. То есть это очень такой упакованный курс, где много знаний. Ориентировочно вы здесь обучаетесь где-то два с половиной месяца, хотя вы можете определять свой темп самостоятельно, но вы за этот период, это то, насколько я там предполагаю, за сколько вы можете пройти, вы получаете такой объем знаний, который даже за два с половиной года далеко не все рекрутеры узнают. И здесь вы получаете много полезностей. Ссылки, списки, поисковые запросы, плагины, какие-то секреты, шаблоны писем. Вот то, что каждый рекрутер очень долго собирает, где-то там у себя накапливает, вы получаете все на этом курсе. Это сайт курса, он вот так выглядит, и расскажу немного про себя. Вот, меня зовут Майк Притула, компании, в которых я работал. Это был Альфа-банк, моя первая карьера, телеканал СТБ, компания Wargaming, разработка компьютерных игр, компания Preply, это Marketplace для изучения языков, Ideals, Virtual Data Room, B2B SaaS, и я консультировал PeopleForce. А потом я создал Майк Притула Академии, AdTech и PapaHR, тоже из этой серии. То есть PapaHR это даже IT-продукт, который я с разработчиком разработал. Это такой HR-консультант, как я его называю. У Академии тоже есть много уже своих преимуществ, своих наград и успехов. Да, это несколько из них. Ну и также хочу поделиться, что в работе полагаюсь на лучшие практики, использую ведущие инструменты, и с вами тоже буду делиться, с одной стороны, своим опытом, с другой стороны, исследованиями, ну и полезными инструментами. Буду благодарен, если под этим видео вы напишите вашу должность, чтобы я понимал, кто вы. Вот, на YouTube это возможно сделать, и мы таким образом познакомимся. Также хочу сразу проинформировать, что на курсе предусмотрены домашние задания, которые я проверяю, комментирую. Такие домашние задания позволяют вам практиковать полученные знания, получать обратную связь, и все выполненные и принятые домашние задания дают возможность получить наш диплом. Диплом мы выдаем на топовой платформе Accredible, ею пользуются ведущие компании, такие как Google, например. Там у вас будет диплом. Сам этот курс, я сказал, что он почти как шесть курсов. Почему? Потому что на этом курсе мы уделяем много внимания изучению IT-индустрии. Эта индустрия, она очень требовательна. Здесь очень хотят, чтобы все разбирались в том, что такое IT. Дальше. Мы знакомимся с технологиями, потому что от рекрутеров ожидается их понимание. Мы изучаем особенность людей в мире IT, так называемых IT-шников, потому что у них есть специфика. Мы изучаем основные IT-должности, где их искать. Мы изучаем специфику IT-рекрутинга и IT-инструмента. Ну вот даже сегодня вы уже увидите часть этих знаний. Сам курс, он состоит из 19 занятий. Я относительно недавно увеличил с 10 до 19 количество, чтобы дать еще больше пользы. При этом мы цену не пересматривали, по старой цене больше пользы. Ну а сегодня мы поговорим, кто же такой IT-рекрутер, какая модель компетенции, какой карьерный рост, как себя оценить. И начнем погружаться уже в IT-мир. Мы изучим историю IT и кое-какие особенности этой сферы. Ну что, давайте приступать. Итак, начнем мы немножко про работу IT-рекрутера. Например, если вы не работали IT-рекрутером и только засматриваетесь на эту должность, то вам будет точно интересно знать, как они работают, какие показатели они достигают, что от них ожидается и требуется. Поэтому мы познакомимся со статистикой работы IT-рекрутера. Первое, с чего стоит начать, что IT-рекрутер в очень крупной компании и в маленькой компании, вы сегодня это увидите, на основании исследования HackerRank, они работают немножко по-разному. Все-таки разные условия, разные особенности, разная специфика. Поэтому здесь вам требуется делать поправку на размер вашей компании. Например, вот первая статистика. В среднем, сколько открытых вакансий ведет рекрутер? Здесь даны варианты от 1 до 4 вакансий, от 5 до 9 и в процентном соотношении для маленьких и крупных компаний вот сколько вакансий ведется. Но в среднем, в маленьких компаниях ведется 8 вакансий, в крупных 12. При этом, что интересно, в маленьких компаниях есть очень много рекрутеров, которые ведут всего лишь от 1 до 4 вакансий. Это самый частый ответ. А в крупных компаниях самый частый ответ от 5 до 9. И в крупных компаниях, смотрите, как интересно, много рекрутеров, ведущих более 20 вакансий. В 3 раза больше это встречается в крупных компаниях, вот вести 20 вакансий, чем в компаниях поменьше. Следующая статистика, тоже, которая прям вот сильно влияет на работу. Сколько вы получаете резюме на вакансию в маленьких компаниях? Ну, я говорю маленькие компании, тут на самом деле до 1000 человек. И крупные компании от 1000 человек, да, вот в маленьких компаниях они получают на вакансию 119 откликов, крупные компании 566, в 5 раз больше. Это означает, что в маленьких компаниях ну, вот получая в 5 раз меньше откликов, нужно более активно искать самостоятельно. Далее, в среднем, какой процент кандидатов переходит в стадию телефонного интервью, да? Здесь нет уже деления, то есть 50% у нас большинство и дальше по убыванию. Это интересная статистика для анализа воронки рекрутинга. В среднем, какое количество кандидатов переходит от телефонного к интервью в компании. Да, и тоже статистика, ну, чаще всего 10-20%. Опять же, для анализа воронки это может быть полезно. Сколько времени вы тратите на интервью каждого кандидата? В компаниях и в маленьких, и в больших и средние, и вот это вот распределение почти похоже. То есть, вот тут отличия нет, что интересно. Следующий вопрос. Сколько в среднем тратится на найм кандидата для вакансии разработчиков? Маленькие компании, более быстрые, тратят 29 дней. Крупные компании, более медлительные, тратят 43 дня. При этом максимально в маленьких компаниях у нас тратится от 10 до 19 дней, чаще всего, да, ситуация такая. А в крупных компаниях на 10 дней больше, да. Плюс в крупных компаниях, смотрите, как много участников этого опроса, где тратится от 60 до 69 дней. То есть, четко в два раза больше. Ну, и вот здесь тоже, там, где больше 69 дней, здесь тоже в разы больше, да. Такое случается в крупных компаниях, чем в маленьких компаниях. Теперь по поводу того, какие роли сложнее всего закрывать. Ну, вот тут уже отличия нет. По мнению рекрутеров, Full-Stack Developer на первом месте, потом Machine Learning Engineer, DevOps, системный архитектор, Data Scientist, Backend, Security Engineer. Ну, и дальше уже по убыванию пошло. Теперь по поводу того, какие компетенции нужны для IT-рекрутера. IT-рекрутеру приходится обладать всеми компетенциями, которые есть у обычного рекрутера, но, как правило, на более высоком уровне, потому что требования в IT выше. Это проистекает от того, что IT может себе позволить платить более высокие зарплаты, работая часто на международном рынке или на западный рынок. IT-компании более рентабельные, получают больше доход и могут платить более высокие зарплаты. Имея возможность платить выше рынка, компании уже привыкли требовать от кандидатов большего. То есть, поскольку зарплаты выше, эти зарплаты привлекают наиболее опытных рекрутеров, то и компании привыкли, что у них опытные рекрутеры. То есть, на собеседовании, нанятые. Поэтому с такими, знаете, не очень опытными они уже как бы не привыкли работать. Кроме стандартных компетенций, а это, например, сорсинг, знания отрасли. Знания отрасли я выделил, сейчас расскажу. Владение ситуацией в компании, взаимодействие с заказчиком, взаимодействие с кандидатом, владение техниками поиска, владение техниками оценки, взаимодействие с контрагентами. Международный реактивинг, владение вспомогательными инструментами, самоменеджментом, брендинг и компания, найм молодых специалистов, адаптация, удержание, эффективность. Кроме этих всех компетенций, особое внимание знанию отрасли. Я бы сказал, что не в IT-компаниях часто этим требованиям могут пренебрегать. Мол, ты не работал в этой индустрии, но ничего научишься. То в IT-компаниях чаще всего говорят, нам нужен человек с опытом в IT-индустрии. И если они смотрят не из IT-индустрии, они хотят убеждаться в том, что опыт максимально близкий. То есть, если вы хотите работать в IT, вам нужно вот это знание отрасли прокачив. Отдельно, сорсинг. Во многих не IT-компаниях могут не требовать знания сорсинга. Что такое сорсинг? Это самостоятельный поиск кандидатов, причем поиск не на джоп-сайтах, а в социальных сетях, на других сайтах. Но в IT-индустрии это очень важно, это очень востребовано, потому что там часто кандидатов стандартных не хватает. Дальше. Основные термины, которые вам нужно знать для работы с разработчиками. То есть, вот это вот знание IT-индустрии, его можно описать по категориям. И если вы эти все категории выучите, и будете знать, и речь не идет о том, чтобы знать очень детально. Не нужно знать все языки программирования. Не нужно знать даже все фреймворки или все версии фреймворков какого-то языка программирования. Речь идет не об этом, речь идет об общем понимании. Потому что дальше, что нужно будет, это разобраться в специфике конкретно вашей компании. Поэтому в такой базе что нужно знать? Какие в принципе бывают языки программирования, фреймворки, какие вспомогательные инструменты, какие операционные системы, архитектура, что такое сеть, какие бывают виды компании, как выглядит цикл разработки, как работает тестирование, что такое аналитика, что такое база данных, искусственный интеллект, IT-безопасность, блокчейн, геймдев, инфраструктура. И на этом курсе мы максимально стремимся это все охватить. Также вы можете использовать вспомогательные инструменты. И здесь стоит сказать, что в IT-компаниях и в целом IT-ребята, они очень любят разного рода инструменты, сервисы, всякие там плагины, всякие полезности. В этом мире это привычно. Первое, что вы можете для себя сделать, для знакомства, это поставить бесплатный плагин Glossary Tag. И у них же есть бесплатный сайт, в котором собраны IT-термины с описанием. Вот так он выглядит и вот так выглядит плагин. Чем интересен их плагин еще? Тем, что этот плагин, ну кроме того, что он может на любом IT-термине, вы наводите курсор и он пишет описание, он все IT-термины может на страничке выделять. Так удобнее читать профайлы. Также есть классный сайт, называется Технические термины. И что классного, что кроме того, что можно по категориям и по алфавиту искать разные термины, можно их изучать, продвигаясь от самого базового уровня знания IT-термина в первый уровень до самого продвинутого, десятого уровня. Здесь описывается, в чем разница этих уровней. Например, базовый уровень это базовое знание компьютерных терминов, которое чаще всего используется. А десятый уровень это знание каких-то очень специфических продвинутых терминов, которые могут удивить и впечатлить даже таких, знаете, людей, которые помешаны на компьютерах. Вот. Здесь описание всех этих десяти уровней. Очень полезно понять, на каком уровне вы сейчас владеете и как вам перейти на следующий уровень. То есть, какие термины нужно изучить. Что еще классно? Там есть тест. Я специально показываю вопрос и ответы старого теста, потому что они регулярно обновляют. То есть, перейдя на сайт, вы можете проходить тест и понимать таким образом, что вы знаете, что вы не знаете. Вот. Плюс изучать что-то новое. Также, как бы это банально не звучало, но на самом деле на Википедии есть очень много полезной информации про всевозможные IT-термины. То есть, много чего можно читать просто там. То есть, вы просто заходите, пишите что-то там в DevOps, например, и видите много полезной информации. Хорошо. Это такая обводная информация, полезная для IT-рекрутеров. Теперь давайте переходить уже к этому курсу. Начнем мы с истории IT. Работать в IT-индустрии и не знать, что это такое, ну, просто нельзя. Не знать, как она развивалась, потому что, как мы увидим, даже много жаргонных словечек, много принципов, они идут еще с времен появления этой индустрии. Итак, компьютеры развивались, развиваются волнами. Первые компьютеры появились, в принципе, недавно. Всего лишь каких-то там 80, чуть-чуть больше лет назад. Представьте, что 100 лет назад компьютеров не было. Хотя, кажется, что они всегда с нами существовали. Первое поколение компьютеров, оно было очень специфичное. Там использовали вакуумные лампы, да, вот их можно встретить в старой технике, или сейчас есть отдельное направление аудиофильской техники, тоже эти лампы используют. Данные хранились на магнитных дисках, компьютеры были огромные, один из первых компьютеров назывался Mark I, потребляли, ну, очень много электричества, выделяли очень много тепла, и вот, опять же, почему важно знать историю. Насекомые, на английском языке это bugs, слетались и делали гнезда в компьютерах вокруг ламп, и поэтому часто ремонт компьютера заключался в том, чтобы найти насекомых, которые где-то там уселились и как-то компьютеру мешают. Вот, да, отсюда и возникло это, вот, фиксить баги. Вот так выглядели первые компьютеры, то есть, просто огроменная машина, размером как с комната, да, значит, там куча тепла выделяет, сложно ремонтировать, вот, ну, и вот, не выглядит она как что-то удобно и комфортно и переносное. Первые языки программированы. Когда появились первые компьютеры, нужно было как-то их запрограммировать. Первые языки были полностью на языке компьютера. Дело в том, что компьютер сам по себе, он не понимает ни слов, ни цифр, он понимает только условные единички и нолики, да, это сигналы, по сути, которые компьютер получает, обрабатывает и передает. Так вот, мозг ранних компьютеров был основан на концепции переключателей и реле, у которых есть всего две позиции в кул и выкл, и весь язык на этом строился. Сам по себе бинарный язык, на самом деле в IT много чего было изобретено до появления IT. Вот бинарный язык, на котором весь IT строится, был изобретен в Индии 800 лет до нашей эры. Это было в математике, там было всего две цифры, нолики и единички. Я не знаю, зачем индусам нужно было 800 лет до нашей эры, до появления компьютеров, то есть наша эра в данном контексте это 2000 там лет, то есть 2800 лет назад это все появилось. Теперь, когда компьютеры вот на таком уровне программируют, это называется низкоуровневое программирование, когда мы общаемся напрямую с чипом. Соответственно, первые программы выглядели как набор инструкций из единичек и ноликов. Так как компьютеры должны были где-то хранить программы, а не было таких толком даже носителей, программы хранились на карточках, называлась перфокарта или на ленте, называлась перфолента. Компьютер считывал, где тут нолики, где единички, и таким образом вводилась программа, с которыми компьютер работал. Код в двоичном формате выглядит как набор ноликов и единичек. Любой компьютерный код, который сейчас исполняется на уровне процессора выглядит как единички и нолики. То есть уже процессор там это все обрабатывает. У айтишников с этими единичками и ноликами есть куча шуток. Например, они говорят в этом мире есть только 10 типов людей. Те, кто понимает двоичную систему и те, кто не понимает. На самом деле здесь не 10, а 2 типа людей. Но записанная цифра 2 в бинарном виде. В бинарном виде это единичка и нолик. Дальше. Второй компьютер был под названием ENIAC. Вот только представьте себе, там использовалось 17500 ламп. Лампа, ну, это как такая маленькая лампа в люстре. Она там выделяет 30-40 ватт тепла. Соответственно, представьте себе, 17500 светящихся, пусть не очень ярко, ламп, выделяющих тепло. ламп работающих довольно-таки напряженно и ламп, которые нужно регулярно менять. Компьютер занимал огромное помещение, 167 квадратных метров, это как 6-комнатная, 7-комнатная квартира, весил 30 тонн, ну, это примерно как 20 легковых автомобилей. И что интересно, что большинство первых программистов были именно женщины. И были разновидности этих первых компьютеров. Тогда еще очень смутно себе представляли, что ждет человечество в будущем. Журнал, посвященный технике, популярная механика, говорил следующее про будущее. Компьютеры будущего могут весить не более полутора тонн. Вот. А мы знаем, что компьютеры сейчас могут весить буквально грамм, два грамма. Это какой-то микрочип, вот то, что там Neuralink и Elon Musk планируют вживлять в наш мозг, ну, уже есть эксперименты он вживляет, весит всего лишь несколько грамм, но имеет производительность выше, чем вот те старые компьютеры. На самом деле любое современное устройство, более-менее умное, оно имеет мощность в разы больше, чем первые компьютеры. То есть умные часы, не знаю, что-нибудь, вот что такое называется, умные, там робот-пылесос, гораздо умнее, чем старые компьютеры. Второе поколение компьютеров, оно появилось в 55-65-х годах и было связано с транзисторной революцией, когда вместо ламп придумали транзисторы. Эти транзисторы, они вот на картинке выглядят, да, такие маленькие уже, то есть вот этот вот транзистор, он размером как ноготь большого пальца, а эти поменьше, вот как, представьте себе, ногти других пальцев, эти как мизинец, это даже меньше. Они были дешевле, надежнее, придумали их Bell Laboratories, компания Bell. Один транзистор содержал в себе такое количество логики, которое раньше выполнялось 40 лампами, при этом он не грелся как лампы, то есть нагревался не так сильно. Компьютеры на резисторах назывались Main Frame, и появилось второе поколение языков программирования под названием Assembler и высокоуровневые языки программирования. Тогда языки программирования начали содержать слова английского языка, да, уже более-менее понятные нам, и специальный компилятор переводил эти слова на язык компьютера. Код на Assembler, соответственно, выглядело уже таким образом, уже не единички, не нолики. Потом появилось третье поколение компьютеров, и это было связано с появлением интегральной схемы. То есть в такой схеме уже было много разных деталек, по сути, они замечали собой большое количество транзисторов. Тогда же IBM решает фокусироваться на компьютерах, появляются языки программирования C, Fortran из таких известных, и компьютеры становятся бизнес-инструментами. Прошло 25 лет, когда компьютеры стали интересны бизнесу. Во-первых, они стали доступны бизнесу, потому что они стали меньше и дешевле. Во-вторых, бизнес увидел в них какую-то возможность. Изначально компьютер изобретался как нечто научно-исследовательское устройство. Первые компьютеры, они были в рамках научно-исследовательских институтов. И только потом уже бизнес понял, что ага, нам это тоже может быть полезно. IBM, International Business Machines, международные бизнес-машины, одна из первых компаний, которая начала выпускать компьютеры для бизнеса. Эти компьютеры были огромные. Вот этот компьютер, он как вендинговый автомат, продающий кофе размером. Там пару человек даже больше могут поместиться. Сейчас, конечно, это все намного меньше. Код на фортране по мере развития языков программирования становился все более понятным, но в современных языках программирования код еще более понятен. Также когда-то появился закон Мура, это где-то уже были 70-е годы, это был сооснователь компании Intel, он сказал, что вычислительная мощность компьютеров будет удваиваться каждый год, чуть позже скорректировали раз в 18 месяцев. И поначалу мощность компьютеров удваивалась, но это было не так уж и сильно ощутимо. Но так как работает геометрическая прогрессия, то ускорение мощности компьютера выглядит как такая кривая, ее называют парабола, с закруглением вверх. То есть каждое следующее увеличение мощности компьютера оно уже сильно ощутимо. То есть чат GPT появился в прошлом году не только потому, что что-то изобрели. Искусственный интеллект существовал более 50 лет. Но так, чтобы искусственный интеллект мог на основе огромного количества информации быстро выдавать ответы, потребовались суперкомпьютеры. Такие компьютеры только год назад стали доступны. И сейчас их мощность растет. В частности компания NVIDIA, например, производящая чипы, вот она у нее, кстати, у NVIDIA 50% выручки генерируют всего 4 компании. Это 4 крупные компании в области разработки искусственного интеллекта. Четвертое поколение компьютеров появилось в 70-х годах. Intel выпускает свой процессор 4004, логика которого уже максимально похожа на современный, просто он был очень слабеньким. мощность чипа, маленький чип был по мощности равен первым компьютерам, вот темно, 30 тонн на 167 квадратных метров. Это открыло путь персональным компьютерам, то есть уже не нужно было 30 тонн и огромная комната, для того, чтобы владеть компьютером, уже можно было собрать что-то дома. Ну и первые компьютеры они часто были как радиодетали, то есть можно было купить такой конструктор, там дома собрать, подпаять, что-то подключить, это сейчас выглядит как красивый макбук. Кстати, сегодня будет презентация новых Apple устройств через час двадцать. Вот, первые персональные компьютеры стоили 10 тысяч долларов, ну с учетом инфляции сейчас это, наверное, где-то будет тысяч под 100 долларов, то есть доллар обесценивается, по нашим меркам это где-то 100 тысяч долларов, то очень дорого, это как дорогой автомобиль. Билл Гейтс выпускает Microsoft DOS, Стив Джобс выпускает Лиза в 1984 году и появляется графический интерфейс. Вот так выглядел первый персональный компьютер от компании IBM, он был маленьким, его можно было переносить, никто, конечно, не представлял себе, что мы будем лазить в интернете, играть в компьютерные игры, поэтому экранчик был маленький, ну и возможности были не огромные по производству, ну хотя были большие мониторы, но все равно оказалось, зачем это нужно, и компьютер больше похож был на печатную машинку, он воспринимался как устройство для ввода текста, для вычислений, для хранения документов, то есть много того, что есть сейчас и для чего мы компьютер используем, тогда об этом даже не думали и не представляли. Что интересно, что компания Apple и ее основатель Стив Джобс, они одни из первых распознали, что все-таки компьютеру нужен красивый интерфейс, и компьютер должен быть красивым, то есть компьютер это не штука для каких-то фанатиков, знаете, таких людей, которые увлекаются электроникой, там с паяльниками в руках, а это устройство для людей, которые хотят творить что-то, создавать, рисовать, печатать и так далее. Поэтому Apple, они выпустили такой красивый компьютер с большим экраном, с графическим интерфейсом, удобный, и другие компании начали это повторять. Но, что интересно, не Apple придумали эту штуку, то есть Стив Джобс понимал, каким должен быть компьютер, но он не был инженером, у него был Стив Возник инженером, вот, он был просто человек с креативным мышлением, человек со стремлением к красоте, но не знал, как это сделать. Вот, когда-то борьба между Apple и другими компьютерами была настолько сильная, что Apple даже позволили себе выпустить легендарный ролик, где они высмеивают все остальные компьютеры. Сейчас Apple, ну, она уже так не конкурирует сильно, не критикует, и в принципе у компании Apple был период, когда они смирили, ну, подружились со всеми остальными, в частности, была ситуация, когда компания Microsoft спасла компанию Apple, там было 90 дней до банкротства компании Apple, и компания Microsoft проинвестировала, в частности, и Билл Гейтс 150 миллионов долларов и спас компанию Apple. Ну, сейчас компания Apple, она как-то дружелюбная компания, вот, не выглядит как какая-то агрессивная, как дерзкая, хотя когда-то при Стиве Джобсе такое было. Ну, и как я говорил, Стив Джобс, он не придумал эту всю красоту, которую мы сейчас видим и пользуемся, он ее подсмотрел в компании Xerox, мы называем Xerox, американцы говорят Xerox, именно в компании Xerox придумали графический интерфейс, а не вот эти вот просто тексты, придумали мышку, но, к сожалению, не смогли реализовать свою задумку, так, чтобы это было коммерчески успешным и массовым продуктом. Мы знаем все-таки Xerox как копировальные аппараты больше, или принтеры, а не как компьютеры, а именно они это изобрели. Когда компания Xerox придумала графический интерфейс, ей нужно было, чтобы кто-то разрабатывал программы для графического интерфейса, они пригласили Apple и пригласили Microsoft, Apple и Microsoft увидели, что это очень круто, что за этим будущее, и поэтому тихонечко начали копировать графический интерфейс и создавать свой. Это было четвертое поколение. Пятое поколение компьютеров ассоциируют с искусственным интеллектом. Концепцию придумал Айзек Азимов, опять же, задолго до появления искусственного интеллекта и роботов. Книги его великолепные, фильм Я робот снят по его книге, но, в принципе, много есть таких фильмов, снятых по его книгам. Раньше считалось, а мы сейчас фактически уже наблюдаем это, что на каком-то этапе мощность компьютеров будет настолько сильная, что эти компьютеры смогут вести себя как человек. С чатом GPT и с подобными решениями мы с вами являемся свидетелями того, что это происходит прямо сейчас. Каждый год это будет развиваться, усиливаться и возможности будут огромные. Пока еще считается, что не достигнут тот уровень, когда уровень интеллекта будет как у человека, хотя у меня возникает вопрос, у какого человека, потому что часть GPT иногда более обладает интеллектом, чем некоторые люди, но тем не менее. Это, в принципе, то, что нас ждет. У нас робот, и сейчас много компаний, которые готовят к выпуску роботов. Илон Маск обещал своего робота Optimus в конце следующего года поставить уже на массовое производство. Компания OpenAI активно разрабатывает свой робот Figure, он там звали Figure 1, Figure 2. Boston Dynamics тоже очень сильно продвинулись. Кстати, вот компания Honda с их роботом Asima, они его выпустили очень давно, и много его демонстрировали, мне даже удалось его увидеть, он приезжал там в Киев на какую-то выставку, и прям вот там было очень давно, я его видел, ну почему-то вот как-то они показывали-показывали, но так и не впрыгнули в современную гонку, и о себе теперь не заявляют. Создается впечатление, что никакого робота Asima не было, была идея, был японец, который ходил в таком костюме, делал движение, потому что слишком опережал свои возможности этот робот, вот, а сейчас, когда возможности появились, он почему-то вдруг никак не развивается. Хорошо, это про индустрию. На примере следующей части нашего сегодняшнего вебинара я хочу показать, что нужно знать про специфику работы IT-компаний, и мы разберем такую горячую тему в этом бизнесе, в этом направлении, под названием инвестиции, инвесторы, опционы, единороги и IPO. По сути, вот эти вещи, это такое топливо, которое питает этот бизнес. Спросите любого фаундера, о чем он мечтает. Он им скажет, я хочу построить компанию единорога, выйти на IPO, продать или что-то еще. Там будет слово инвестиции, инвесторы, возможно, слово опционы. Поэтому нужно в этом разбираться. Давайте начнем с единорогов. Мы знаем, что единороги это такое мифическое животное в каких-то мультиках, детских игрушках, сказках, откуда оно вообще взялось войти. Так вот, единорогам принято считать частную технологическую компанию, капитализация которой 1 миллиард долларов и выше. Также есть слово 10 ирох, декакорн, это которое стоит 10 миллиардов долларов, и есть слово 100 рог, гектакорн, 100 миллиардов долларов. Такую придумали тоже терминологию. Впервые этот термин был использован в 2013 году венчурным предпринимателем, который сказал, что встретить компанию, способную вырасти до такой стоимости, это такая же редкость, как встретить единорога. Хотя сейчас этих компаний все больше и больше, уже счет идет на тысячи. Компании в мире IT живут на инвестиции, и это прям часть их бизнес-модели, то есть мало кто создает IT-компанию без плана привлечь инвестиции. Инвестиции это топливо роста, они начинаются с инвестиций собственных, то есть основатель тратит свои деньги, часто находят единомышленников, которые готовы вложиться своим временем и возможно деньгами, поэтому многие IT-компании основаны двумя-тремя, а не одним основателем. У нас это не сильно принято, но в США например часто в стартапы вкладываются еще друзья и знакомые, то есть у них тема инвестиций распространена, поэтому когда кто-то создает стартап, он может просить у своих членов семьи или у знакомых вложить деньги в этот стартап. Потом начинается история с инвесторами, то есть привлекают инвестора, обычно когда уже компания стоит где-то от 1 миллиона долларов, есть инвесторы на разных этапах, разные инвесторы вкладывают, 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 пока компания не становится большой, крупной и выходит на IPO, публичную торговлю акциями на одной из международных пирж, например NASDAQ. Это про инвестиции, но так как у нас сегодня больше про рекрутинг, с точки зрения рекрутинга тут интересна такая штука как опционы. Это опять же то, чем мир IT-рекрутинга существенно отличается от не IT-рекрутинга. Поэтому и в этом нужно разбираться. Что такое опционы? Сам по себе опцион это специальный тип контракта, он родился вне мира IT, он по своему характеру дает право, но не требует владельцу покупать или продавать некий актив по заранее установленной цене в определенный срок или до него. Например, если бы вам дали опцион, например, давайте на что-нибудь выберем опцион, пусть будет на сахар. Если бы у вас был опцион на сахар, это бы означало, что в течение 10 лет, когда угодно, вы можете купить килограмм сахара за 1 доллар, или в какой-то валюте, даже если сахар в мире подорожает. Это ваше право, от вас никто не требует покупать, но право такое у вас есть. Конечно, вам интересно, если сахар подорожает, его реализовать. Если сахар подешевеет, вам это не надо. В практике США это было право на покупку акций по заранее заданной цене в течение 10 лет. То есть на 10 лет закреплялось право что-то покупать, ну, именно акции по какой-то цене. На этот опцион накладывались некие ограничения, например, вестинг период 4 года и клиф период 1 год и равные возможности реализовать права. Оно может быть все очень сложно, поэтому давайте лучше рассмотрим на конкретном рекрутинговом примере. Итак, вы работаете IT-рекрутером в компании АБВ и вам говорят, нам нужен компетентный сотрудник, какой-нибудь chief technical officer. Говорят, найди нам chief technical officer из успешного стартапа. Вы говорите, хорошо, на зарплату 5000 долларов. Вы такие, стоп, chief technical officer стоит 10 тысяч долларов в месяц. Это там еще и не супер большая зарплата. Но вам нужно найти на 5. Тут звучит слово, но мы можем предложить акцион. Окей, давайте тогда рассмотрим, что же можно предложить. Итак, предположим, вы находитесь CTO, он работал в каком-то стартапе и говорил вам, я хочу 10 тысяч долларов. А вы говорите, у нас есть 5000 долларов, но мы вам предложим опцион на получение 40 тысяч акций по цене 25 центов за акцию. Причем это справедливая цена, это действительно цена акции вашей компании на данный момент. Окей, CTO говорит, что там у вас за продукт, вы говорите, у нас там искусственный интеллект, новая технология, такой нету даже у чата GPT. он проанализировал, видит, да, действительно потенциал есть, что-то из этого может сложиться, говорит, ну ладно, я согласен на вашу авантюру, пойду к вам работать. У этого опциона, который вы пообещали, заложен ряд ограничений. Во-первых, он на 4 года, то есть ваши акции он не сможет купить полностью, которые вы ему пообещали в некой цене на сегодня, прежде чем он не отработает 4 года. Ваша компания очень перспективная, вас все хотят вложить деньги, поэтому вы там акции не продаете на лево и направо. И вы устанавливаете условия 1 год клиф, в течение которого опционы нельзя покупать. То есть надо хотя бы год отработать, чтобы первую часть 1-4 купить. После того, как клиф пройден, пожалуйста, покупай опционы пропорционально тому сроку, который ты отработал. Ну, точнее, покупай акции в рамках опциона. Если где-то вот в этом человек увольняется, то все загорает. Если человек проработал обещанный срок, то у него право купить все обещанные ему акции. Возникает он их покупает. И соответственно ему обещали 40 тысяч, он их может купить. Ваша компания успешно выходит на IPO, в том числе благодаря ему, и ваши акции стоят уже не 25 центов, а 20 долларов за это вполне реальная история. Успешные компании на ранних этапах продают свои акции по 25, по 50, по 10, по 15 центов инвесторам, а когда выходят на IPO, действительно акция может стоить 20 долларов, может и 200, и 2000 долларов, возьмем 20 долларов. Соответственно если наш чиф техникал офисер все ему обещанные акции покупает по обещанной цене, он тратит 10 тысяч долларов, и тут же он их продает, продает он уже по 20 долларов, а это 800 тысяч долларов, потратил 10, соответственно 790 тысяч долларов доход. Если это на 4 года разделить, это примерно 200 тысяч в год, и разделить на 12, это 1016 к его зарплате 5000 долларов добавило, то есть он хотел 10, выдали 5, плюс опцион, в итоге вышло в среднем 21 тысяч долларов в год, то есть в два раза больше, он хотел, хотя конечно и риска было больше. Вот так работают опционы. У опциона есть схема жизни, она делится на грант, это выдача, клиф, это период, после которого можно его реализовывать, потом есть вестинг период, это период, за который можно реализовать весь опцион, то есть купить все акции, покупка акций называется exercise, продажа sale, вот, ну это описано теперь то же самое. Зачем компании так делают? Как вы увидели, это помогает привлекать людей, но помогает еще и удерживать, да, свои акции купить, когда стоимость компании растет. Это еще мотивирует сотрудников повышать стоимость компании, то есть они заинтересованы, чтобы компания была успешной. Это менее затратно, компания живых денег не тратит, когда нанимает человека, это позволяет конкурировать с большими корпорациями, и это заставляет всех сотрудников компании смотреть в одном направлении и сотрудничать. Ну и в современном мире есть платформы, конечно же, как же опционы, платформа карта. Тут будет ссылка, у них кстати есть очень интересный блок, рекомендую почитать. Теперь домашнее задание. Для тех, кто на курсе, оцените свои компетенции, для этого пройдите тест, пройдите тест ваших знаний технических и результаты обоих тестов напишите в домашнем задании, какой у вас получился уровень профессиональный и какой технический уровень у вас вышел. На этом сегодня все. Дальше два занятия будет доступно в записи, а на живом занятии мы встретимся на занятии номер 4 IT технологии. Вот так вот. Если вы еще не проходите этот курс, не поздно присоединиться, подключайтесь, буду рад всех видеть. Ну, а тех, кто уже на курсе, до скорых встреч, пока-пока и жду вашего домашнего задания. Спасибо всем, кто был онлайн.